И, судя по этой бумажке, песен Звенигоров должен был петь Один Бомитер Степанович, но я совершенно непонятно, почему вдруг начинал бы петь. Потому что склеотические явления прошли, значит, и в будущем относится к ним с терпимостью. Ну, конечно, на моей стихе написаны десятки, может быть, сотни, может быть, даже тысячи замечательных песен, но не все мы можем здесь петь. И некоторые я прочту как стихотворение. Вот, например, такое стихотворение, на котором написано очень много песен. Ну, на некоторые стихи написано несколько песен, вот на этом написано, то, которое я хочу прочитать, написано три песни. Виктором Верховским, Сергеем Никитином и Виталием Волковым. Такой был композитор. Еще и Фридман тоже просто. Еще и Фридман, да. Две женщины проснулись и глядят, проснулись и глядят в окно вагона. Две женщины умылись и сидят, друг дружку наряжают благосклонно. Две тайны примеряют кружева. Им так обоста выглядеть красиво. Одна из них пять платьев износила, она пять лет на свете прожила. Одна пять лет на свете прожила и повидала разного немало. Другая пять смертей пережила и пятый свой десяток изменяла. Две ясности, две хитрых простоты. Играют в дурачка на нижней полке. А сам дурак лежит на верхней полке, заглядывая в карты с высоты. Там на заход валетик желторотый. Там на отбой четыре короля. Там козырями червы под колодой. Там за окном летучая земля. И каждый сообщает так немного. И так земля летучая легка. И так длинна, так коротка дорога. Жи можем спать, не слушая гудка. АПЛОДИСМЕНТЫ